Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Решить проблемы граждан. Глава государства провел совещание по корректировке земельного законодательства. В чем же такая серьезная необходимость совершенствования наших земельных отношений? Что предлагают специалисты? Пароль «Афган» в Бобруйске почтили памяти воинов-интернационалистов. Мы все прекрасно понимаем, наше поколение, что мы благодарны этим людям. Почему боль не уходит из сердца? И поесть, и согреться. С 21 февраля в стране вводят новые правила пользования газом в быту. Самовольное подключение-отключение любого газоиспользующего оборудования запрещено. О чем нужно помнить потребителям. А также дополнительная помощь, встретение Господне и плохая самодеятельность. В деревне Брожа горели два сарая, все леживы. Справедливые правила. Президент провел совещание по корректировкам земельного законодательства. С предложениями выступило правительство, среди которых разрешить выделять для строительства частных домов участки площадью до гектара, расширить возможности, чтобы можно было узаконить самовольно занятые площади. К проекту указа есть принципиальные вопросы, поэтому Александр Лукашенко и адресовал их участникам совещания. Правительство полагает, что назрела необходимость серьезной корректировки действующего законодательства и внесло свои предложения в виде проекта указа. Первое, что интересует всех и прежде всего меня, в чем же такая серьезная необходимость совершенствования наших земельных отношений. Что надо еще добавить, чтобы было лучше? И, как всегда, я задаю вопрос. Ко времени эти нововведения, которые предлагаются, нужны ли они вообще и кому нужны? Обратите внимание, крестьянам, людям, которые всегда издревле, можно сказать, исторически жили на этих землях. Или кому-то, кто прикупил по небольшим ценам, невысоким, цена на землю сейчас растет, кусочки возле Минска и так далее, внутри кольцевой дороги, и сегодня хочет, ну, как вы пишете, свободно распоряжаться этой землей. В том числе идет речь о том, чтобы передать ряд существенных полномочий главы государства на уровень ниже. Над текстом в правительстве работали с ноября 2020-го. Было много дискуссий, но в спорах стремились прийти к целям. Решить типовые проблемы граждан и дать импульс развитию сельских территорий. Они выполнили свой интернациональный долг. 33 года назад завершился вывод сельских войск из Афганистана. С Тегор не вернулось 16 тысяч солдат, в том числе 771 белорус. Прошедшие войну Бобручане в этот день по традиции вспоминают павших героев. Татьяна Горбыч о людях, которые остались в верной присяге и своему долгу. Боль с годами лишь притупляется, но не уходит из сердца. 33 года, как закончилась та война, но во снах раз за разом приходит призрак Афганистана. Леонид Сидоренко – боевой офицер, командир пулеметного отделения 66-й отдельной мотострелковой бригады десантно-штурмового батальона. С 83-го по 85-й отдавал свой интернациональный долг. Осколки в теле не дают забыть о пережитом. Ходили на боевые задания. Было всякое. Была смерть, все видели, конечно. Погибало много. Раненых было много. Мы в основном ходили, задачи наши были блокировать горы. Вылеты на вертолетах часто были. Всякое было. На глазах вертолет сбивали у меня. Погибали люди. Как сейчас, перед глазами Леонида стоят боевые товарищи, которые не вернулись назад. Поэтому для него 15 февраля не праздник, а День памяти. По традиции, в одной колонии с афганцами, руководство города, депутаты, военные, простые граждане, десятки людей возлагают венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Минута молчания. Вспоминают всех павших героев. Советский контингент находился в Афганистане почти 10 лет. С 1979 по 1989. Дорогами войны прошло около 30 тысяч белорусов. 771 не вернулся. В том числе 23 бобруйчанина. Мы должны чтить память воинов-интернационалистов, которые отдали свой долг, находясь на той далекой афганской земле. Мы все прекрасно понимаем, наше поколение, что мы благодарны этим людям, потому что мы живем под мирным небом, дышим свежим воздухом, живут наши дети. Мы чувствуем свободу и самое главное понимаем, как все-таки дорог мир, в котором мы все сегодня с вами живем. Война в Афганистане – символ мужества. Советские офицеры и солдаты с честью выполнили свой интернациональный долг. За тысячи километров от родного дома жертвовали жизнями ради мира и свободы. Во время Афганистана наши моряки участвовали тоже в боях, как и десантники. Поэтому мы каждый год приходим, возглавляем венки, отдаем дань морякам погибшим и десантникам, которые отдали свою жизнь, не вернувшись из боя. Эти исторические кадры облетели весь мир. 15 февраля 1989-го последний советский солдат покинул Афганистан, страну, в горах которой навсегда остались 16 тысяч воинов. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Плохой способ согреться накануне в Бобруйском районе горели сараи. ЧП произошло в поселке Брожа около половины седьмого вечера. На номер 112 позвонила соседка. К моменту прибытия спасателей две хозпостройки полыхали открытым пламенем. Хозяин в это время находился на улице, с его слов внутри никого не было. Спасатели ликвидировали данное возгорание, в результате которого огнем полностью уничтожен один сарай. Второй сарай также поврежден, повреждена кровля, стены, имущество. Пострадавших нет. По предварительной версии пожар произошел из-за использования теплогенератора незаводского изготовления. Чартерные рейсы, экспортная лицензия и отдыха много не бывает. Накануне у белорусских школьников начались дополнительные каникулы, чем занять ребенка. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране на помощь медикам в работе с пациентами COVID-19 пришли студенты медуниверситетов. Всего 2470 молодых людей. В основном это шестикурсники и врачи-интерны. Они оказывают поддержку в стационарах, поликлиниках и скорой. Плюс принимают звонки в регистратуре и выезжают на дом с мобильными бригадами. Теперь в Беларуси для экспорта лука, капусты и яблок нужна лицензия. Вне зависимости от страны. Причиной тому резкий рост цен на эту продукцию в соседних государствах. Основная задача – защита внутреннего рынка и исключение бесконтрольного вывоза. Отныне для международной торговли заявления фермеров будут рассматривать в индивидуальном порядке. Решение принято на три месяца, но может быть продлено до полугода. Накануне у белорусских школьников начались дополнительные каникулы. Они продлятся по 20 февраля. Если у родителей нет возможности оставить ребенка дома, то в учреждениях работают шестидневные лагеря с трехразовым питанием. Отдыхать от уроков ушли только первые и вторые классы. Плюс учащиеся третьих с особенностями психофизического развития. На БЖД в текущем году планируется отремонтировать около 300 километров пути и 20 мостов. В Белорусской железной дороге эксплуатируется более 400 единиц специального подвижного состава, что позволяет обеспечить безопасное движение поездов во время ремонтных работ. Белавия возобновляет выполнение чартерных рейсов в Иорданию и Египет. Улететь из Минска в Акабу можно со 2 апреля. Также начинает полеты из Гомеля на курорты Египта. В Хургаду с 8 марта и в Шар-Мальшех с 13. Приобрести билеты и узнать все подробности о путешествии можно в туристических агентствах. Договор на безопасность. С 21 февраля в стране вводят новые правила пользования газа в быту. В первую очередь белорусы смогут обращаться к частным организациям или индивидуальным предпринимателям за обслуживанием, ремонтом, заменой оборудования. О чем еще напоминают специалисты, расскажет Карина Гуревич. Плита, котел или водонагреватель – техника, которая согревает и облегчает нам жизнь. Но есть и обратная сторона медали – пожары, гибель людей. Поэтому специалисты напоминают – техническое обслуживание оборудования необходимо проводить один раз в год. Для этого нужно обратиться в газоснабжающие организации. Так, с 21 февраля наравне с государственными работы смогут выполнять индивидуальные предприниматели. Это не все новшества. Изменились и правила заключения договоров. Теперь их должно быть несколько. Договор на газоснабжение заключается только после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования или водных и внутренних газопроводов. Хотелось бы напомнить, самовольное подключение и отключение любого газоиспользующего оборудования запрещено. Ответственность предусмотрена статьей 21.5 Кодекса обеспечивных правонарушениях. Также стоит обратить внимание, содержание газового оборудования в исправном состоянии и его обслуживание – теперь забота собственника. Что касается дымовых и вентиляционных каналов, здесь проверка и чистка – прерогатива специализированных организаций, у которых в наличии есть необходимая матбаза и испытательная лаборатория. Никогда не ищите утечку газа открытым пламенем, к примеру, спичкой или зажигалкой. Самый простой способ по характерному запаху. По возможности сразу перекройте подачу и покиньте помещение. Следующий шаг – позвоните в аварийную службу по номеру 104. Если неисправность коснется котла или водонагревателя, проверьте тягу зажженной спичкой. Если ее нет, то обратитесь в организацию по ремонту и прочистке. Запрещено эксплуатировать газоиспользующее оборудование при неисправных дымовых каналах и вентиляционных при отсутствии тяги. Также рекомендуется использовать в помещениях сигнализаторы угарного газа. Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо периодически проветривать. К плитам, котлам и водонагревателям ни в коем случае нельзя допускать детей. Тогда газ не доставит вам проблем. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бабруйск, 360. Встреча человека с Богом православные всего мира отмечают один из 12 главных церковных праздников – Сретение Господнее. С древней славянского встреча – радость. Торжество посвящено дню, когда Дева Мария принесла в Иерусалимский храм младенца Иисуса. Случилось это на 40-й день после рождения. Там его встретил 300-летний старец Симеон. Есть Бог и есть человек. И встреча человека с Богом должна быть как можно чаще. А это уже зависит от каждого из нас. И вот поэтому этот праздник напоминает, чтобы в нашей жизни Бог был все-таки на первом месте. Как звучит заповедь? Возлюбив Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всем своим существом. И сегодня актуальны звучат слова нашего современника, романа Харамана, который напоминает всем нам. А нам запомнить навсегда, чтобы не жалеть об долгом. На свете есть одна беда – не повстречаться с Богом. На праздничной литургии происходит обряд освящения церковных свечей. Их хранят на протяжении всего года и зажигают во время домашней молитвы. По народному поверью, они защищают от пожара и способны исцелять. На свете не принято мириться с родными и близкими, приглашать гостей, накрывать столы и дарить иконы. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин